Семинар. Мне очень приятно представить нам нашего сегодняшнего докладчика Вероника Воронова. И Вероника нам расскажет про оптимизацию иммуно-онкологических лекарств, разработка и математическое моделирование. В общем, всякие такие ключевые слова гладко произнести не получается. Хорошо, Вероника, пожалуйста, мы вас внимательно и с интересом слушаем. Да, последний вопрос. Если будут по ходу возникать какие-то вопросы, вас можно будет прерывать уточняющие вопросы? Так, особые дискуссии устраивать не будем, но если что-то нужно уточнить, тогда мы у вас спросим. Да, пожалуйста. Спасибо. Да, сегодняшний топик будет посвящен такой теме, довольно сейчас актуальной, особенно в онкологических кругах, это иммуно-онкологические препараты. И мы разберем то, как математическое моделирование помогает в оптимизации разработки вот таких вот новых терапий. Для начала я расскажу вкратце о том, что за область такая иммуно-онкология. Дальше разберу больше биологическую часть, а именно специфику противоопухолевого иммунного ответа. И дальше проведу два случая, где мы применяли матмоделирование для оптимизации дизайна исследований. Что вообще такое иммуно-онкология? На самом деле о ней в онкологии заговорили довольно недавно, в России буквально пару лет назад. В Штатах иммуно-терапевтические препараты начали регистрироваться в 2011 году. Но это очень старая область. И на самом деле первый случай использования иммуно-терапии произошел еще в XIX веке, когда Уильям Коля, к нему попала на прием девушка, у нее была онкология, он не смог ее вылечить. И у него это оказало очень сильное влияние. И он решил найти препарат от онкологии. И он стал изучать истории болезней пациентов. И заметил, что некоторые пациенты, которые на фоне онкологии переболели еще и инфекционными заболеваниями, у них случались спонтанные ремиссии. И на основании этого он заключил, что возможно таким пациентам, пациентам с онкологией можно попробовать дать какой-то инфекционный агент. И в таком случае побочным эффектом будет регрессия опухоли. Хотя, конечно, сам метод довольно провокационный, потому что, конечно, это довольно тяжело для пациентов. И тем не менее у него получилось, он добился довольно хороших результатов. И здесь представлены примеры использования токсинов колия для лечения различных форм рака. И, в принципе, мы видим, что, конечно, не все пациенты вылечивались, но у каких-то пациентов он наблюдал респонс. Как правило, это были пациенты, которые были с неоперапельными опухолями, поэтому довольно хороший результат, как я считаю. Но, несмотря на такой успех, все-таки иммуно-онкология уступила место более консервативным методам, таким, как радиотерапия и химиотерапия. И постепенно была как бы исключена. После этого были еще некоторые попытки использования иммунотерапии. Уже в конце 20 века, в частности, пытались использовать интерлекины в ряде опухолей. Например, интерлекин второй пробовали. Как известно, это такой ростовой фактор для лимфоцитов. Но, к сожалению, он показал эффективность только в раке почки и не показал эффективности, например, в глиопластоме и в других нозологиях. Другие агенты, которые использовались, они также показали ограниченную эффективность, и в то же время их использование провоцировало системную активацию иммунного ответа и, соответственно, очень сильно иммуно-опосредованные побочные реакции. Поэтому такой метод был признан долгое время неэффективным. Но ситуация очень резко поменялась, когда вот эти два человека, Джеймсом Алисон и Тасуку Конжо, открыли контрольные точки иммунитета. Это факторы, которые ограничивают эффективность иммунного ответа. И за это открытие они получили в 2018 году Нобелевскую премию. Уже в то же время иммунотерапия стала активно тестироваться в лечении онкологических заболеваний. И уже, как я сказала, в 2011 году первый препарат вышел на рынок для лечения меланомы. На российские рынки они как раз поступили где-то около 2018 года. Но в целом иммунотерапия – это целый класс препаратов. То есть это не один препарат с механизмом действия, а это очень разнообразные группы препаратов, которые действуют на различные звенья иммунного ответа. И для того, чтобы понять, как вообще работает иммунотерапия, можно рассмотреть такую концепцию иммуно-онкологического цикла, которая была представлена Даниэлом Ченом. Этот человек, который работал в компании РОЖ и популяризировал иммуно-онкологию. Если посмотреть концепцию иммуно-онкологического цикла, то в принципе она описывает такой типичный иммунный ответ. Опухоль может распознаваться организмом как чужеродный объект, потому что она несет в себе довольно большое количество мутаций. Соответственно, у нас может происходить высвобождение опухолевых антигенов. То есть организм может распознавать опухоль как чужеродный объект. Следово-освобождением антигенов они могут захватываться антиген-презентирующими клетками. И далее эти антиген-презентирующие клетки мигрируют в лимфатические узлы. Там они могут представлять антиген на своей поверхности. И этот антиген может распознаваться TCR-рецепторами Т-клеток. И вслед за этим следует клональная экспансия вот этих вот специфичных клонов Т-клеток. Эти клетки у нас поступают в системную циркуляцию и мигрируют в опухоль. И далее они распознают уже раковые клетки и убивают их. Казалось бы, в принципе, это похоже на то, что случается у нас в целом при наступлении иммунного ответа. Однако непонятно, почему же это не работает в раке. Не работает это потому, что в опухоли на самом деле есть иммуносупрессивное микроокружение. То есть опухоль создает такой тип микроокружения. Под микроокружением я здесь понимаю иммуносупрессивные клетки, цитокины и различные метаболиты. И эти различные метаболиты негативно влияют на различные этапы иммунного ответа. Например, есть те же иммун-чекпоинты, контрольные точки иммунитета, которые способствуют переходу цитоксических лимфоцитов в неактивное состояние. То есть такие клетки не могут осуществлять лизис опухоли, не могут размножаться. И в целом неэффективно. Также опухоль может нарушать процессы антиген-презентации. Вероника, простите, пожалуйста, у нас вопрос. Если можно, Алексей, пожалуйста, у тебя вопрос. Я хотел бы уточнить, правильно ли я понимаю, что на самом деле возникновение опухолей, вот этот круг, он в каком-то смысле постоянно работает. В том смысле, что когда клетки делятся, ошибки не всегда удаляются. И в норме иммунный ответ находят эти опухоли клетки и их убивают. И проблема возникает только тогда, когда опухоль научается генерить вот это антииммунное окружение. Да, да. Там есть несколько вариантов развития событий. В целом, да, это такое противоборство иммунной системы и опухоли. То есть, если, в принципе, у нас опухоль большая и иммунный ответ сразу довольно серьезный, то он может даже и убить опухоль. То есть, если опухоль постепенно уже разрастается, вот это микроокружение становится сильнее, то оно может подавлять иммунный ответ. Ну, вот еще я хотел просто уточнить, что мы, как обычные, здоровые люди, не имеющие опухоли больших, верно ли утверждение, что у нас постоянно запускается вот этот слуг, и возникающие опухоли постоянно удаляются за розыск. Потому что я где-то это читал, что вот, ну вот я не очень уверен, что это так. Я хотел бы у вас уточнить вот этот момент. Ну да, действительно, вот в клетках постоянно, ну, как бы вообще в клетках постоянно происходят разные мутации, ошибки и так далее. Но в норме, даже если они происходят, они могут быть, ну, репарированы с помощью механизмов репарации ДНК. Ошибки начинают копиться в тот момент, когда вот эти вот механизмы репарации ДНК поломаны. То есть, в принципе, как бы единичная мутация, она не приведет к таким катастрофическим последствиям. Скорее всего, эта клетка либо умрет, либо, ну, как-то ее починят. Но когда по каким-то причинам вот этот вот механизм сломан, уже начинает копиться мутация, и уже начинается прогрессия. Потом, да, когда опухоль небольшая, да, то есть, в принципе, гипотетически, даже врожденный иммунитет может быть задействован в том, что ее убить. Но, как бы, дальше, да, то есть, уже вступает вот этот сложный механизм. Но, в принципе, да, то есть, у нас постоянно возникают какие-то ошибки при репликации ДНК, которые, ну, соответственно, могут быть исправлены. То есть, имеется в виду все-таки, что опухоль учится уходить от иммунитета? Да, есть такая концепция эволюционирования опухоля. То есть, у нас изначально, даже если смотреть на опухоли, в ряде опухолей есть такая ситуация, что у нас наблюдается изначальная инфильтрация опухоля иммунными клетками, но потом, например, опухоль растет, а количество этих клеток, оно как бы либо не меняется, либо даже снижается. Либо оно остается постоянным, но доля вот таких вот нефункциональных клеток, она увеличивается. Хорошо, да. Спасибо большое. Вот. Но, на самом деле, да, то есть, количество вариантов, как вообще опухоль может уходить от иммунного ответа, оно очень большое, поэтому вот здесь вот, например, представлены вообще различные варианты. То есть, во-первых, как бы опухоли, их можно, что называется, иммунофенотипировать. То есть, если мы возьмем гистологию опухоли и посмотрим на ее иммунный состав, то есть, это и будет называться иммунофенотипированием, то мы можем увидеть вообще довольно разную картину. То есть, опухоли бывают разных типов. Например, есть опухоль, которая называется immune desert, то есть, иммунная пустыня. В таких опухолях вообще нет никаких иммунных клеток, они просто не распознаются иммунной системой. То есть, они эволюционировали таким образом, что они как-то потеряли свои антигены, что они прячут свои антигены, да, то есть, уходят от иммунного ответа. Есть опухоли, которые создают специфические барьеры для того, чтобы иммунные клетки не могли проникнуть внутрь. Например, в каких-то опухолях у нас есть разрастание экстрацеллюлярного матрикса. Это довольно такая плотная по консистенции субстанция, которая препятствует проникновению Т-клеток в опухоль. И самый, наверное, благоприятный с точки зрения иммунотерапии вариант – это когда у нас встречается богатая инфильтрация опухоли иммунными клетками, но эти иммунные клетки, они функционально неактивны. В таких случаях мы можем применить иммунотерапию, которая воздействует на тот или иной механизм и увеличивает именно этот процесс активации за счет снятия негативного влияния иммуносупрессивного окружения. Но даже если мы посмотрим на вот этот конкретный фенотип опухоли, который называется Inflamed Tumor, то есть как воспаленная опухоль, то там на самом деле этих механизмов довольно много. И различных способов ухода от иммунного ответа тоже довольно много. Например, у нас есть различные популяции иммуносупрессивных клеток – MDC, и альтернативно активированные макрофаги, регуляторные T-клетки, регуляторные B-клетки. И постоянно вот эти вот популяции клеток, ну как бы они сейчас изучаются, и постоянно появляется информация о каких-то новых популяциях клеток, которые показала там, ну, которые были показаны в определенном типе рака. Или, например, чекпоинты. Основные чекпоинты, которые сейчас изучены, это PD, PDL1 и CTLA4, но этих чекпоинтов их достаточно большое количество. То есть чекпоинты, они присутствуют на поверхности T-клеток и антигенпрезентирующих клеток, и во время антигенпрезентации они соединяются, как TCR-рецептор связывается с антигеном, да, и параллельно вот эти вот чекпоинты связываются друг с другом, и они как бы снижают вот эту вот силу иммунного ответа. То есть, в принципе, в норме эти все механизмы, они тоже работают, потому что, ну, как бы человек, нельзя, чтобы у человека иммунная система активировалась, ну, как бы на 100%, да, то есть это должен быть баланс между иммунной активацией всегда и иммунной супрессией, потому что вслед за иммунным ответом идёт резолюция иммунного ответа, в которой как раз и принимают участие вот эти вот факторы. А опухоли таким образом эксплуатируют вот этот естественный механизм иммуносупрессии, чтобы сдержать выраженность иммунного ответа. И, соответственно, проблема с тем, что вот эти вот множественные механизмы иммуносупрессии у нас имеют место быть, и даже если мы один механизм заблокируем, то не факт, что этого окажется достаточно, потому что другие механизмы могут активироваться. Кроме того, у каждого пациента есть свой набор вот таких вот субпрессивных механизмов, которые могут быть активированы, и, соответственно, частота ответов на терапию, она не всегда высокая, и вариабельность в ответе на терапию, она очень серьезная. То есть, если, например, пациенты получают химиотерапию, у них у всех наблюдается ответ на какое-то время, ну, как правило. А в иммунотерапии такая особенность, что, допустим, там могут ответить меньше 50% на терапию, то есть у других будет эффективность хуже, чем в контрольной группе, но при этом у этих 40-30% у них могут быть полная ремиссия на протяжении довольно долгого времени, то есть больше 5 лет. И это действительно очень здорово, потому что для пациентов с метастатическими стадиями онкологии это как выздоровление на фоне полной такой вот потеря веры в то, что это возможно. То есть, в принципе, такая двойная сторона, скажем так. И есть как бы два решения, которые нам позволяют как-то вот с этим бороться. Первое – это назначение персонализованной терапии, то есть назначение терапии только тем пациентам, у которых она, как мы ожидаем, будет эффективна. А чтобы понять, какие пациенты могут иметь какую-то выгоду от такой терапии, нам необходимо выработать биомаркерную стратегию. То есть идея в том, что, допустим, пациент приходит, мы берем у него гистологию, например, смотрим вот этот вот иммунофенотип опухоля, и мы говорим, да, допустим, у вас инфлейм тюмор, у вас там высокая экспрессия PD-L1 в сайте опухоля, вам такая терапия поможет. Соответственно, пациенту, у которого, например, ну опухоль не распознается иммунной системой, такая терапия не поможет, поэтому, в принципе, ему не имеет смысла ее назначать. И второй момент, что мы можем комбинировать несколько препаратов, то есть вот, например, сейчас зарегистрирована комбинация двух чекпоинтов, PD-L1 и CT-L4, и она показала более высокую эффективность по сравнению с монотерапиями, как раз потому, что из многих механизмов мы ингибируем не один, а два. Есть ли какие-то вопросы по этой части? Да, вот я хотел бы уточнить один вопрос насчет терминовый чекпоинт, потому что все-таки здесь в основном в математике, вот насколько я помню, есть кличная биология, чекпоинт – это место на кличном цикле. А вы имеете в виду, чекпоинт – это молекулы, которые, собственно говоря, его организуют, правильно? Ну да, действительно, чекпоинты есть как бы клеточного цикла, да, то есть которые отслеживают, как клетка там проходит по вот этому циклу. Здесь имеются в виду чекпоинты, которые изменяют выраженность иммунного ответа, то есть вот это прям специфический термин – иммунчекпоинт, или по-русски контрольные точки иммунитета. Но физически это что? Это кличные рецепторы? Это леганды и рецепторы, да. То есть вот, например, PD-PD-L1, да, то есть на поверхности лимфоцита PD-1 рецептор, а на поверхности антигенопрезентирующей клетки PD-1 леганд. То есть это, грубо говоря, ответная часть, которая на другой клетке? Да. Хорошо, спасибо. Дальше немножко поговорим о подходах вообще моделирования, которые используются в иммуно-онкологии. Несмотря на то, что это относительно молодая область, уже опубликовано определенное количество работ на эту тему, и они немножко различаются в своем подходе. Ну, как бы, если мы рассмотрим максимально простые модели, то они рассматривают взаимодействие опухолей и иммунной системы по типу хищник-жертва. То есть это, в принципе, две популяции, которые друг на друга негативно влияют. И в более усложненных подходах мы, опять же, можем оперировать какими-то дополнительными понятиями, но они будут, опять же, абстрактными. Например, мы можем вводить иммуносупрессирующую функцию и иммуномодулирующую функцию. Или более конкретно, опять же, рассматривать какие-то клеточные популяции, например, популяции эффекторных Т-клеток, рассматривать популяции Т-регов. Но, опять же, это будет несколько упрощенно. Например, здесь вот мы предполагаем как бы один компартмент. Можно это сделать более детально и комплексно, и такие модели тоже есть, но когда мы хотели изначально сделать такую комплексную работу, мы поняли, что это довольно сложно в связи с некоторыми обстоятельствами. Во-первых, большая проблема с тем, что вот этих вот игроков в иммуносупрессивном окружении, их довольно много. разных клеточных популяций, разных цитокинов, разных чекпоинтов, сигнальных молекул и так далее. И очень сложно параметразовать в таком случае модель, потому что на самом деле данных по биопсии, их не настолько много, сколько ключевых игроков здесь. И, кроме того, как бы так, как я вот уже сказала ранее, это более-менее молодая область, и постоянно появляются какие-то новые клеточные популяции, то даже если вот мы сейчас, допустим, всё, что мы можем, включим, в следующем году может выйти публикация, которая открыла опять какую-то новую популяцию клеточную, и сразу вопрос, а почему вот вы эту популяцию не включили? То есть, в принципе, такие модели, они, с одной стороны, довольно насыщенные механизмами, но, с другой стороны, их очень сложно параметразовать и требуется закладывать большое количество допущений. В целом, при анализе данных по клеткам, по цитокинам, мы пришли к выводу, что ещё очень сложно разделить влияние разных, допустим, цитокинов и клеток, потому что, в принципе, всё влияет друг на друга, а кроме того, функционирование вот тех же иммунных клеток, но в условиях опухоли ещё и изменяется, то есть мы не можем к опухоли прикладывать те значения, которые мы можем наблюдать в нормальной физиологии. поэтому мы остановились на таком среднем подходе, то есть мы, в принципе, рассмотрели клеточные популяции, какие-то, которые для нас представляли интерес и иммуносупрессивные механизмы, но в то же время мы не стали очень сильно усложнять модель. Ещё один момент, который мы хотели использовать в нашей модели, как я уже сказала, в ответе на иммунотерапию у нас наблюдается довольно широкий спектр ответов, то есть кто-то отвечает на иммунотерапию, кто-то не отвечает, и мы свою модель основывали на данных на мышах, и там примерно похожая ситуация, то есть у некоторых мышей у нас наблюдается полная регрессия опухоли, а у каких-то мышей она почти не действует. Соответственно, мы использовали моделирование смешанных эффектов для того, чтобы оценить не только какой-то усреднённый эффект, но и весь спектр эффектов. Если мы использовали бы метод фиксированных эффектов и рассматривали, допустим, систему обыкновенных дифференциальных уравнений, то опухоль в какой-то определённый момент являлась бы функцией времени и параметров модели, которые были бы одинаковы для всех животных. Когда мы говорим о моделях смешанных эффектов, у нас немножко более сложная ситуация. У нас помимо фиксированных эффектов есть ещё и индивидуальные эффекты. То есть для каждого животного у нас будет свой параметр, и вот эти параметры, они будут подчиняться определённому распределению. Либо нормальному, либо лог нормальному, либо логит нормальному. И кроме того, у нас ещё будет случайная ошибка эксперимента учитываться. Таким образом, у нас объём опухоли будет складываться сразу из нескольких компонент. Используя такой подход, мы можем некоторое дополнительное знание получить относительно статистического компонента, но одной из особенностей такого метода является то, что такие модели, которые основаны на нелинейных моделях смешанных эффектов, они не могут быть очень сложны структурно, потому что довольно сложно считать. Поэтому, опять же, мы использовали относительно несложную структуру моделя. Можно здесь тоже уточняющий вопрос? Скажите, пожалуйста, это общая идея модели или вот такой вид имеет каждое уравнение модели, то есть правый член добавляется в какую-то ошибку? Это общая структура модели, то есть, в принципе, расчёт модели не будет одним значением, а расчёт модели будет индивидуальным для каждого животного и для каждого отрезка времени. Подробное уравнение модели я вот именно структурной, как систему дифференциальных уравнений, я рассмотрю позже. Ага, хорошо, да, спасибо. Если говорить о том, вообще над какими проектами мы работали, мы в основном работали с компанией Астразенека, так как у них есть довольно большое портфолио по части иммуноонкологии, и в каждом отдельном случае мы работали с командой доклинических биологов или командой то, что называется Translational Science, то есть это люди, которые занимаются оптимизацией биомаркерной стратегии для клинических исследований. И у нас был ряд проектов по разным комбинациям. Как мы видим, здесь в любом случае присутствуют либо PD-1, либо PD-1 специфичные антитела, так как они уже как бы зарекомендовали себя, и плюс комбинации разных препаратов, либо комбинация с радиотерапией. И мы сегодня разберем два вот этих случая. То есть первый пример, он будет посвящен комбинации с радиотерапией, второй с ингибиторами аденозиновых рецепторов типа А2. И о первом случае мы его некоторое время назад опубликовали, то есть в принципе можно посмотреть соответствующую статью. Здесь представлена общая схема модели, и я по ней буду проходиться, чтобы было более понятно. Начну я с описания динамики роста опухоли. Здесь мы использовали такое логистическое уравнение, которое накладывает ограничения на максимальный размер опухоли, которые соответствуют параметру TVmax. И у нас есть компонент, который ответственен за пролиферацию опухоли, и компонент, который ответственен за гибель опухолевых клеток. И вот этот компонент TCD, Tumor Cell Death, он является суммой трёх разных процессов. Это спонтанная гибель опухолевых клеток, это эффекты радиотерапии и эффекты иммунотерапии. Да, простите, Вероника, если можно, я задам сейчас вопрос, потому что потом это может забыться. Вы делаете предположение об ограничении, о предельном размере опухоли. Насколько это оправдано? Мы сделали, насколько я помню, у нас было некоторое замедление роста опухоли в конце эксперимента в группе контроля. И для того, чтобы лучше описать это небольшое замедление, мы добавили вот этот компонент. Ну да, но замедление, оно не полная остановка, наверное, во-первых. Либо, ну есть и другие модели, не логистические. То есть, может быть, это и не так принципиально на данном этапе. Но, в общем, если... Да, на самом деле, вот у нас, ну, я как бы в целом работала окрос разных проектов, где мы применяли вот, либо логистический, вот такой вот модель с ограничением роста опухоли, либо просто экспоненциальный рост опухоли, в принципе. А, либо еще мы предполагали, что рост опухоли может зависеть от объема опухоли, как в данном случае, либо от площади поверхности. И для каждого конкретного случая у нас, ну, оптимальная модель, она была немножко разная. Хорошо, понятно. То есть, можно рассматривать разные случаи? Да, в зависимости от экспериментальной модели, а мы, ну, как бы говорим здесь скорее о доклинике, то есть о моделях, которые сделаны на мышах, то, в принципе, в зависимости от типа опухоли, это может быть разное. Разное уравнение. И есть даже ревью такое небольшое, которое приводит в список вот этих вот стандартных моделей. Хорошо, спасибо. Дальше у нас есть компонент, который отвечает за действия радиотерапии. В радиотерапии есть уже устоявшаяся такая математическая модель, которая называется линейно-квадратичная модель. Она, соответственно, состоит из линейного терма и квадратичного терма. То есть, в принципе, если вот мы тут посмотрим квадратичный и линейный терм, соответственно, и предполагается, что под воздействием радиотерапии гибель опухолевых клеток произошла, и они не сразу исчезают, а с какой-то скоростью элиминируют из опухоли. И таким образом общий объем опухоли, он складывается из объема вот таких вот живых клеток и тех клеток, которые уже пострадали от действия радиотерапии, но еще не элиминировались. Дальше, если посмотреть, у нас есть еще иммунный компонент опухоля. И, значит, он состоит из описания динамики Т-клеток. То есть у нас Т-клетки втекают в опухоль, пролифилируют, и дальше происходит дифференцировка в более зрелые Т-клетки, которые характеризуются более низкой возможностью к пролиферации, но они могут убивать опухоль. А почему вы считаете, что пролиферация происходит в опухоли, а не, допустим, где-то еще в лимфатических узлах? Да, вообще, конечно, она должна происходить. То есть это скорее такое упрощение модели. Конечно, мы понимаем, что она происходит в узлах. Просто чтобы рассматривать все в таком одном компартменте, мы как бы упростили. Да, хорошо, понятно, спасибо. Да, то есть, в принципе, по-хорошему, конечно, мы должны были рассмотреть, например, скажем, распознавание опухолевых антигенов, потом рассмотреть процесс антиген-презентации, например, именно в лимфатических сосудах, и там же рассмотреть процессы пролиферации, и потом снова рассмотреть процессы миграции в опухоль и убийство опухолевых клеток уже в сайте опухоли. Но здесь просто как бы все в более простом виде представлено, в таком полуэмпирическом. Ну, то есть, предположение быстрой доставки – это нормально. Да, вот если мы говорим, что по крови или по лимфе они быстро добираются, то как бы… Ну, относительно тех временных промежутков, которые мы рассматриваем, это порядка 100 дней, например, эти процессы, они довольно быстро проходят. Нет, мне кажется, что здесь вопрос не в скорости доставки, это действительно очень быстро, а в том, что, как вы перед этим говорили, окружение в опухоли может быть не такое, как в лимфатических узлах, и это может влиять на протекание всех этих процессов. Ну да, да, то есть, конечно, насколько да, я помню, там мы смотрели экспериментальные статьи, там часть процессов дифференцировки протекает в лимфатических сосудах, в лимфоузлах точнее. Еще есть там некоторая локальная прогибрация, то есть там, в принципе, можно померить такой маркер CD8 плюс КИ67 позитивные клетки, то есть это как раз те клетки, которые прорифилируют. То есть, в принципе, и там может происходить. Понятно, спасибо. У нас есть такое упрощенное представление презентации антигена, то есть мы не рассматриваем в явном виде, например, динамику дендритных клеток, у нас это является просто функцией, которая зависит от скорости гибели опухолевых клеток, концентрация антигена, уровень антигена, он пропорционален опухоль, то есть идея такая, что чем больше опухоль, тем проще распознать иммунной системе ее. Далее у нас есть вот такой вот компонент, который описывает иммуносупрессивное действие, то есть у нас здесь в явном виде рассмотрены эффекты PD-L1 негативные и иммуносупрессивных клеток. Ну, под иммуносупрессивными клетками мы здесь в первую очередь подразумеваем Т-реги. У нас опухоль была СТ-26, то есть она, в принципе, хорошо инфильтрирована Т-регами. И как бы Т-реги, они как и активные Т-клетки, CD8-функциональные, они тоже, их вток определяется антигеном, то есть у нас как бы идет запуск иммунного ответа и параллельно у нас есть как процессы, которые направлены на активацию иммунной системы, так и на ингибирование иммунной системы. И дальше у нас есть компонент, который ответственен за формакокинетику препарата. В данном случае это простая однокомпартнтная модель. Мы здесь не учитываем какие-то параметры распределения антител между опухолью и плазмой крови, то есть, в принципе, это такое допущение. И связывание ПДЛ-1 антител с своей мишенью. Соответственно, здесь у нас есть параметры связывания, которые мы можем зафиксировать из каких-то литературных данных. Можно все-таки пояснить, что это за два антител, да? Почему два уровня? Мы модель используем как для ПДЛ-1 антител, так и для ПД-1 антител. На самом деле, в один момент в эксперименте используют либо ПДЛ-1 антител, либо ПД-1 антител. Но просто чтобы показать, что это разные молекулы, мы здесь два таких антитела нарисовали. И они переключаются, да, во время? То есть, или один из них? То есть, если какой... Сейчас терапия, она идет либо одним, либо другим, или они чередуются во время? Нет, либо одним, либо другим. Если посмотреть на данные, которые мы использовали, то здесь, в принципе, можно увидеть их показанными такими черными линиями. Это данные индивидуальных животных. И поверх них мы показали предсказания модели. И предсказания модели здесь представлены такими интервалами, которые соответствуют вероятности нахождения, грубо говоря, ответа в данном интервале. То есть, медиана — это средний ответ, дальше идут 30, 60 и 90% доверительный интервал. То есть, это, по сути, характеристика распределения ответов популяции. То есть, это такой вид диагностического графика, который мы используем, чтобы понять, что наша модель адекватно воспроизводит экспериментальные данные. Если посмотреть по группам, у нас есть контрольная группа, в которой уже есть некоторая вариабельность. У нас есть PD-L1 антитело, и здесь мы видим, что какие-то животные хорошо отвечают на терапию, а какие-то не очень хорошо. У нас есть группа радиотерапии. Здесь, в принципе, все животные отвечают на радиотерапию. А в данном случае было использовано 5 облучений по 2 ГРЭ. Но при этом у нас наблюдается всего лишь замедление роста опухоли, а потом у нас всё равно у животных наблюдается повторный рост. При использовании комбинированного подхода у нас наблюдается большее количество ответов на терапию в группах, если мы используем одновременно PD-L1 антитело и радиотерапию. Если мы рассмотрим последовательные режимы, то есть сначала дали радиотерапию, закончили 5 дней, и потом стали давать PD-L1 антитело, или, допустим, закончили радиотерапию, подождали некоторое время и стали давать иммунотерапию, то эффективность падает. То есть это говорит о том, что радиотерапия, она производит такой иммуномодулирующий эффект, который связан как раз с иммуногеной гибели опухоля и высвобождением опухолевых антигенов. И далее, если мы непосредственно в этот момент активируем дополнительно нашу систему с помощью PD-L1 антитела, то мы сможем ее дальше поднять на новый уровень. А если мы, допустим, дали радиотерапию, подождали какое-то время и потом стали уже давать иммунотерапию, то вот этот момент лекарственной синергии, он как бы нивелируется. И также мы воспроизвели другое еще... Вероника, а можно вопрос по предыдущей картинке? А что у нас показано на втором графике, который анти-PD-L1? Я так понимаю, мы сравниваем красную линию это предсказание модели с черной штриховой, пунктирной, это данные реальные, да? И здесь у нас получается по предсказанию модели опухоль растет, а на реальных данных она наоборот уменьшается. Ну, здесь как бы проблема немножко еще в том, что у нас часть животных с прогрессией выбыла из заболеваний, поэтому вот на этой точке у нас остались только те животные, которые не прогрессировали. Поэтому вот в этой точке медиана, она будет не информативной. А, значит, что они не выжили? Да, то есть просто часть животных вот это вот выбыла из эксперимента и остались вот эти вот животные. Здесь есть небольшое предсказание эффективности вот в этом случае, то есть мы, в принципе, видим, что такую тенденцию, что медиана действительно идет несколько ниже, чем экспериментальные значения. Но в целом... Ну, вот у меня был вопрос по второму графику. По последнему они, в общем-то, в одну сторону все идут, а вот во втором это падает, а там нам предрождет предсказание модели. Ну, спасибо за ответ. Я подняла. И у нас есть еще независимый эксперимент. То есть мы этот эксперимент не использовали для количественной оценки параметров, а мы его использовали просто как такую валидацию модели. То есть, в принципе, у нас есть здесь также контрольная группа и группа лечения, но у нас есть еще группа лечения, которую давали CD8-антитело. То есть это то, что блокирует действия радиотерапии. И мы видим, что в целом мы более-менее адекватно воспроизводим эту группу, что, в принципе, говорит о том, что мы можем дальше использовать нашу модель. Ну, я здесь не проводила значения параметров, как бы у нас довольно много их было. Часть параметров мы зафиксировали на основании литературных данных, например, параметры формакинетики антитела, какие-то параметры, опять же, жизни, CD, вот этих вот Т-клеток, параметры пролиферации. Остальные параметры мы как раз оценивали, исходя вот из представленных данных вот на этом слайде. И плюс у нас еще был дополнительный набор данных, где также рассматривалась анти-PD-L1 терапия, радиотерапия, их комбинация, но режим радиотерапии, он был не 5 на 2 грея, а 3 на 4 грея. И, кроме того, мы использовали еще и другие типы диагностических графиков, которые нам позволили говорить в пользу применения нашей модели, то есть в пользу того, что она валидна. На самом деле мы это делали в специализированном софте, который называется Monolix, он как раз предназначен для вот таких вот нелинейных моделей смешанных эффектов, и он позволяет получение специфических графиков. Например, у нас есть графики, которые сравнивают предсказания для каждого животного с экспериментальными значениями. И здесь вот предсказания, которые получены для каждого животного, они представлены такой салатовой линией, а предсказания средней по группе популяционного предсказания, они показаны красной группой. То есть, в принципе, для данной группы все красные линии, они будут повторять друг друга, а зеленые линии будут различаться между индивидуальными животными. Еще из таких графиков мы смотрели график популяционных предсказаний против наблюдений, чтобы посмотреть, есть ли у нас какое-то смещение в описании данных и график индивидуальных предсказаний против наблюдений. Ну, конечно, использование параметров, которые специфичны для каждого животного, оно помогает добиться более четкого описания данных, что, в принципе, и видно, так как точки более тесно группируются. Также мы посмотрели значения распределения оцененного параметра, то есть так иногда бывает, что мы использовали, допустим, лог нормального распределения, но при этом у нас параметры не очень, ну, распределены как-то бимодально, например, да, то есть, в принципе, это говорит о том, что выбранная нами статистическая модель, она не очень соотносится с данными. Также у нас есть распределение остатков, то есть, в принципе, здесь мы наблюдали за тем, чтобы это было такое нормальное распределение. Также у нас есть график, то, что называется visual predictive check, то есть, он чем-то идейно похож на то, что мы говорили prediction distribution, то есть, распределение. Здесь красная область отмечает медиану предсказанную, 90-процентный доверительный предсказательный интервал для медиана. Серые области означают 90-процентный доверительный интервал для 90-процентных вот этих отсечек, то есть, по вероятности. И нам важно, чтобы вот эти интервалы, они согласовались с той медианой, которую мы измерили в экспериментальных данных и теми, опять же, интервалами, которые мы оценили из экспериментальных данных. Вот. И дальше я могу сказать о том, как мы использовали модель. Можно тут уточнить? То есть, получается, что в принципе можно подобрать параметры для каждого животного, описать каждую кривую кривую и построить распределение каждого параметра. Проблема в том, что животных мало, и это распределение будет недоставят. Правильно? Ну, да, то есть, мы как бы предполагаем, что у нас лог нормальное распределение на основе того, что наши параметры, не принимают каких-то адресайфинных значений. Как правило, у нас в биологии все-таки часто встречается такое лог нормальное распределение, поэтому в принципе обычно в таких задачах для параметров используют лог нормальное распределение. Но, конечно, животных не настолько много, чтобы вот этот график выглядел более красиво, скажем так. но в принципе с одной стороны лог нормальное встречается, но с другой стороны вы же сами начинали с того, что какие-то отвечают, какие-то не отвечают. Да, может быть как бы ну какой-то параметр просто бимодальный имеется распределение и вот одна мода это отвечает, а другая мода это не отвечает. Да, то есть строго говоря, вы решаете некорректно обратно задачу, вот вот это хороший график, например, там второй там они сильно распределены все животные, да, кто-то вот у кого-то есть эволюция опухоли, а у кого-то вот ее нету. И казалось бы, можно, ну вот опять же, да, я повторю, один вариант, что все параметры как-то распределены лох нормально, а другой вариант, что может быть есть какой-то параметр, который бимодально распределен, и вот из-за него, скажем, те, которые не отвечают здесь, они не отвечают. Вот эту гипотезу похожего не проверяли, да, вот здесь? Ну, гипотетически такое как бы можно проверить, но мы скорее склоняемся, что здесь какой-то вот, ну, что здесь вряд ли есть какое-то бимодальное распределение, потому что все-таки у нас ответы не формируются прям в две какие-то четкие группы, то есть есть животные, которые в то же время и умеренно отвечают на терапию. Гипотетически такое тоже можно проверить, бимодальное распределение может быть реализовано вот в этом софте, вот, но как правило это говорит о том, что есть две прям принципиально разные группы, мы предполагаем, что скорее всего у нас есть какое-то все-таки распределение параметров популяции, которая все-таки с одним пиком, да, то есть но тем не менее оно помогает нам осадить вот эту вариабельность. Ну здесь мы параметры не на все параметры вариабельности не на все параметры как бы вешали как сказать по-русски мы перебирали значения разных параметров, то есть пробовали поставить вариабельность на один параметр, на другой параметр, на третий параметр и смотрели вариабельность в каком параметре лучше всего позволит нам описать данные. То есть скажем на этих рисунках варьируется как бы один параметр, да? Да, варьируется один параметр. Ну и получается, что вот только что сказали, что мы варьируем если мы варьируем их разные по очереди, получаем идейно такие же результаты, то есть средняя будет та же самая, понятно, если есть какой-то репетная точка, стандартно точный параметр, мы получаем красную кривую, а дальше мы берем варьируем один, второй, третий и мы получаем разные уширения. Да, совершенно верно. И что вы тут делаете, на что вы ориентируетесь? Ну мы предполагаем, что параметр вариабельный это параметр SL, это параметр, который характеризует у нас вток вот этих вот Т-клеток в ответ на презентацию антигена, то есть это по сути как раз и тот параметр, который нам говорит о том, что опухоль может быть распознана иммунной системой. Дальше? Да, то есть конечно это допущение модели, потому что скорее всего естественно, что может быть несколько вот таких вариабельностей например в иммуно-супрессивном окружении опухоли, которые также могут вносить вот эту вот вариабельность, но количественно определить вклад вот этих вот компонентов, если мы включим несколько вариабельностей, это довольно сложно, поэтому мы сфокусировались на одной. Дело в том, что вот есть такой подход, когда вот такие сложные нелинейные модели, их анализ начинаются с анализа стационарных точек. Да, вот, и грубо говоря при варьировании каких-то параметров модель может, у нее может появляться новые точки, могут исчезать. Вот, и вот я видел много работ теоретических, которые вот особенно от полет, когда маленькие модели распатываются, что выявляет, что вот смотрите, ага, вот этот параметр может приводить к тому, что в модели появляется новый тип решения. Вот, поэтому вот, ну, поэтому было бы интересно все-таки понять, может быть, в этой модели тоже есть такие режимы, которые принципиально приводят вниз, а другие режимы представлены вверх. Вот, ну, ладно, извините, вот такой дискуссий раздел. Нет, это, я понимаю, да, то есть мы на самом деле, я, по-моему, мы здесь не показывали, но мы для моделей производили анализ чувствительности, то есть мы изменяли разные значения параметров и смотрели, как это поменяет расчеты модели. То есть, в принципе, это стандартный анализ, который мы всегда делаем, то есть в определенном диапазоне мы один за одним меняем значение параметров и смотрим, как изменится предсказание модели в тот или иной момент времени. Хорошо, да, хорошо, спасибо. Давайте продолжим. Значит, как мы использовали вот эту вот модель? в принципе, один из таких интересных моментов, допустим, радиотерапия, она, даже если мы возьмем одну дозу, например, 10 Грей, это может быть высокодозное облучение однократное в дозе 10 Грей, это может быть гипер- или гипофракционный режим, то есть суммарная доза остается одинаковой, но при этом вот это вот фракционирование, оно изменяется, и интересно, как вот этот режим фракционирования, он скажется на эффективности иммунотерапии. И здесь мы рассмотрели разные варианты радиотерапии, и мы еще рассмотрели, как бы, что будет, если вот, например, у нас радиотерапия начинается на день пятый, а иммунотерапия начинается за пару дней до, или одновременно, или позже, вот сильно позже, и здесь такие хитмэпы, на них показана расчетная эффективность лечения, то есть чем у нас зеленее цвет, тем больше, более эффективно лечение, и, ну, как бы, что здесь можно сказать о том, что если мы нашу терапию в целом начинаем раньше, то есть на пятый день, то это, конечно же, всегда лучше, чем начать ее на двенадцатый день. Да, здесь, кстати, эффективность это количество животных, у которых произошла, насколько я помню, полная регрессия опухоли, и она поддерживалась до конца эксперимента. Другой момент касательно тех режимов, которые выбрать, ну, конечно, чем больше доз радиотерапии, тем больше будет эффективность, в том числе и в комбинации, потому что у нас больше антигенов освобождается в процессе гибели опухолевых клеток, и тем более выраженный иммунный ответ. При этом лучше, высокодозный режим показал себя несколько лучше по сравнению с фракционными режимами. То есть получается, что более сильный такой пуст антигена, он более эффективен с точки зрения иммунного ответа, чем такое постепенное высвобождение опухолевых антигенов многократное. Здесь вот в каждой колонке представлено одно число и плюс доверительный интервал. То есть что мы здесь делали? Мы, так как у нас есть модель вот этой с вариабельностью, мы можем задавать всякие статистические вопросы. Например, ну допустим у нас в каждой группе по 10 животных. Вот если мы, например, возьмем 10 животных в одном эксперименте, 10 животных, потом снова повторим этот эксперимент и так многократно, насколько сильно будут отличаться результаты этих индивидуальных экспериментов, даже при одних и тех же условиях. И вот здесь доверительные интервалы, они как раз и показывают, то есть это мы многократно повторили эксперименты и посмотрели количество ответов. И здесь число это среднее количество ответов, а вот это вот этот доверительный интервал для количества ответов 90-процентный. То есть при проведении 100% экспериментов 90% оказались вот в этом интервале. В принципе, это также может быть использована для того, чтобы понять, какой, например, размер выборки животных нам нужен, чтобы получить статистически значимый результат. Какой такой размер? В смысле? Вы получали сколько нужно животных, чтобы получить статистически? Здесь мы не занимались именно оптимизацией дизайна, мы просто посмотрели количество животных, которые используют в эксперименте, но это порядка 10, насколько я помню, и показали, какой может быть разброс в результатах эксперимента. Спасибо. У меня есть еще небольшой кусочек про другой проект, я, наверное, могу минут пять про него рассказать быстро, я там уже не приводила уравнений, скорее это просто вопрос того, как еще мы применяли моделирование в другом проекте, немножко с других позиций. У нас был еще один проект, уже на этот раз по комбинации PD-PD-1 с ингибиторами аденозиновых рецепторов типа А2, и механизм заключается в следующем, опухоль, аденозин является одним из иммуносупрессивных компонентов опухоля. В опухоли у нас присутствует такая гипоксическая среда, и в данном случае у нас активируются ферменты, которые производят аденозин в больших количествах, а этот аденозин он обладает иммуносупрессивным окружением, извините, иммуносупрессивным эффектом, и он нарушает процессы антигенпрезентации, и также нарушает процессы дифференцировки и пролиферации Т-лимфоцитов. Соответственно, мы удалили RT-компонент из этой модели, мы добавили иммуносупрессивный компонент, который ответственен за вот этот эффект аденозина, и мы изменили параметры, перекалибровали параметры, используя данные из других моделей сингенных, это МЦА-205, CT-26 и МЦА-38, соответственно, мы добавили еще параметры, ну, как бы мы ввели так называемые кавариаты, которые, чтобы охарактеризовать возможные различия в уровнях определенных клеток между вот этими моделями. Вот как раз здесь, если бы мы рассматривали данные со всех моделей, у нас бы получилось мультимодальное распределение для каких-то параметров, потому что для каждой модели как бы характерно немножко свое микроокружение. И здесь мы тоже попробовали разные комбинации параметров, которые, ну, могут быть, вариабельность которых может приводить к вариабельности в эффекте терапии. И здесь у нас получилось, что вариабельность в двух параметрах важна как в параметре SL, который характеризует в ток лимфоцитов, так и в параметре, который характеризует ток муносупрессивных клеток. И как бы одна из сфер применения вот этой модели, то есть что мы еще можем посмотреть? Мы можем, опять же, сделать симуляцию большого количества животных, допустим, сто или тысячи животных, и посмотреть, какая разница в значениях параметров и в значениях переменных моделей для тех животных, которые отвечают на терапию или нет. Можно спросить? сто или тысячи животных это какие-то синтетические данные? Да, то есть здесь мы просто берем и генерируем вот из тех распределений оцененных параметров, которые мы получили, мы генерируем сто или тысячи значений. И вот с этим количеством значений мы нашу модель рассчитываем. Спасибо. В данном случае мы сделали такой расчет, и получили использовали его для расчета эффективности комбинированной терапии PD-L1 с как раз ингибиторами аденозиновых рецепторов получили довольно большое распределение в ответах. То есть здесь показана контрольная группа и вариабельность контрольной группе и вот вариабельность в группе животных. Но мы наших животных разделили на две группы уже после того, как получили вот этот расчет. мы посмотрели на размер опухоли после лечения и если он допустим составил меньше, чем начальный размер опухоли до терапии, то мы таких животных отнесли к непрогрессорам, а те животные, у которых наблюдалось дальнейшее рост опухоли, мы отнесли к прогрессорам. Соответственно и дальше мы посмотрели на динамику различных компонентов, которые мы у этих животных воспроизвели. Мы посмотрели на общий уровень CD8-клеток, на уровень тех CD8-клеток, которые уже обладают токсической активностью в отношении опухолых клеток, посмотрели на количество иммуносупрессивных клеток и на PDL1-статус. А начало терапии это день 8, наверное? Да, насколько я помню, это где-то 8 день, то есть когда опухоль достигла объема 100 микролитров. То есть зеленые это все, которые если провести горизонтальную кривую, они ниже, чем начальный размер. Да. А еще в модели задержки у вас нет, то есть у вас все обыкновенно дефолирует без задержки. Да, просто требуется время, чтобы эти лимфоциты пролюфилировали, то есть произошла канальная экспансия, поэтому у нас ответ может быть не сразу, через какое-то время. Я имею в виду, что дефицитальное уравнение не содержит членов с задержкой. Нет. Такого у нас нет. Хорошо, спасибо. Вот. И ну как бы что интересно с точки зрения именно вот тех же трансляционных биологов, им интересно посмотреть, какие биомаркеры у нас могут обладать предиктивным потенциалом, то есть могут быть использованы, чтобы принять решение о назначении терапии. и мы посмотрели соответственно на предсказание модели до начала лечения и уже в процессе лечения. И у нас действительно получилось, что те животные, которые прогрессируют и не прогрессируют, у них какие-то компоненты уже в начале различны, а какие-то различаются только под действием терапии. Ну да, то есть здесь вот показано распределение параметров в двух группах, то есть мы опять же когда вот эти параметры насимулили, посмотрели, разделили всех животных на две группы, мы посмотрели как распределяются параметры между прогрессорами и непрогрессорами и действительно тут есть некоторые различия. Дальше мы посмотрели на уровни биомаркеров и уже на бейзлайне мы видим, что концентрации CD8 клеток или концентрации токсических лимфоцитов они у респондеров выше, чем у нереспондеров. Но что интересно, концентрация иммуносупрессивных клеток она на момент терапии не отличается, то есть в принципе мы не всегда можем сказать до момента лечения ответит пациент на терапию или нет, даже если у него высокий уровень например CD8 клеток. То есть в принципе это связано с тем, что у нас сначала происходит инфильтрация иммуноактивными клетками, а уже потом начинается вот эта иммуносупрессивная фаза и у нас идет вток иммуносупрессивных клеток. При этом, как оказалось, PDL1 тоже является хорошим маркером, то есть его уровень повышен у тех животных, которые отвечают на терапию уже изначально. То есть это опять же согласуется с данными клинических исследований, где у респондеров, то есть пациентов, которые отвечают на терапию, у них наблюдается высокая экспрессия PDL1. И это в принципе комбинация PDL1 и CD8 клеток в сайте опухоли используется сейчас как вот такой скор для назначения иммунотерапии. Вот. И еще одно из применений модели, это как раз было сделано на основе анализа чувствительности, то есть изначально мы меняли значение некоторых параметров, которые ответственны за те или иные скорости в модели, но потом немножко пришли вот к такому виду, то есть мы значение каждых параметров на определенную величину изменяли, чтобы посмотреть, как изменение в этой скорости может повлиять на эффективность нашей уже существующей терапии. То есть, например, если мы предполагаем, что если мы даем вакцину, значит таким образом мы активируем как-то процесс антиген-презентации. Если мы даем разные клеточные, ну, адаптивный клеточный транспорт, то мы увеличиваем популяцию Т-лимфоцитов в сайте опухоля. Если мы даем, например, какие-то препараты, которые могут заблокировать другие моносупрессивные компоненты опухоли, то мы по сути опять же модулируем определенную стрелку в модели. И мы посмотрели, что будет, если мы, например, даем наш препарат EZD-4635 в виде монотерапии или вот в виде комбинации с педилиандин антителом, и еще поверх вот этого влияния мы добавляем вот эти вот разные препараты. Что интересно, у нас очень плохо показали себя вакцины, потому что, как я уже говорила, то есть если мы активируем просто неспецифические антиген презентацию, у нас могут как иммуноактивные клетки попасть в опухоль, так и иммуносупрессивные клетки, потому что антиген презентация запускает оба этих механизма. И это в чем-то согласуется с данными по ранним иммунотерапиям, которые не показали эффективность. И моя гипотеза как раз, что вот эти иммуносупрессивные механизмы, они не дали иммунному ответу развиться, несмотря на вот эти вот ацетокиновые терапии или интерферон и так далее. Также сейчас активно на тот момент обсуждался вариант, когда вот эти A2R ингбитеры их комбинировали CD73 антителами, CD73 это фермент, который участвует в продукции аденозина. И считалось, что вроде как это может также улучшить эффективность терапии, но на самом деле оба вот эти компонента CD73 и ингибиторы аденозиновых рецепторов, они действуют в принципе на один и тот же иммуносупрессивный компонент, просто за счет того, что этот CD4635 он конкурентно связывается с рецепторами, снижение уровня аденозина позволяет просто улучшить связывание и несколько улучшает эффективность терапии, но не критично. Из таких более выраженных эффектов у нас будет показывать, например, если мы заблокируем другие иммуносупрессивные компоненты опухоли, которые у нее активны, таким образом мы все компоненты, которые у нас есть супрессивные заблокировали и иммуноответ развивается. Ну или адаптивный клеточный трансфер, то есть в принципе тоже мы показали, что он может быть эффективным. вот, наверное, из таких завершающих ремарок, то есть мы в принципе вот примерно похожую схему использовали с некоторыми модификациями для ряда проектов и мы здесь рассмотрели два случая. Мы использовали подход нелинейных моделей смешанных эффектов для того, чтобы оценить вот эту вариабельность в ответе на терапию, что является довольно важным для иммуноонкологии. В случае использования такой методологии у нас была дополнительная диагностика модели, то есть мы оценивали не только описание среднего тренда, но и то, как у нас описываются индивидуальные животные в группе, на то, как у нас распределены параметры и так далее. В принципе мы можем такой подход использовать для ответа на те вопросы, с которыми часто сталкиваются в процессе разработки препаратов. Это оптимизация режима дозирования, это оптимизация стратегии комбинирования препаратов, это оптимизация дизайна эксперимента, то есть мы можем разные экспериментальные сценарии попробовать, посмотреть, какой будет наиболее информативным, это может быть как-то использован для оптимизации биомаркерной стратегии, то есть в принципе даже вот в такой ну как сказать области как дизайн эксперимента мы можем наши расчеты использовать. У меня наверное все. Большое спасибо Вероника за очень интересный доклад, сейчас если вы не возражаете мы можем немного обсудить или задать какие-то вопросы, которые у нас остались. Если можно вернитесь пожалуйста несколько слайдов назад, у вас была такая красочная картинка где вы рассказывали нет вот после а сейчас вот зеленый квадрат нет-нет-нет одна из последних зеленый зеленый квадрат нет хорошо там где вы про вакцинацию рассказывали неважно я хотел спросить вы сказали что вакцинация не действует по крайней мере в соответствии с вашими расчетами поскольку по-видиму в данном случае ее действие не является специфичным но если вы рассматриваете вакцинацию более специфичную которая приводит к выработке каких-то специфических антител то наверное она может быть более эффективная да да конечно здесь вот вот эти расчеты они носят более такой ориентировочный характер да то есть конечно чтобы именно более качественно описать какое-то вмешательство нужно больше вот конкретики по тому препарату который будет комбинироваться понятно спасибо если у наших слушателей есть какие-то еще вопросы или замечания пожалуйста можно задавать если пока нет то я бы хотел вернуться к 16 слайду который мне тоже очень понравился вот это где вы показываете сравнение своих расчетов с экспериментами очень здорово что у вас есть эксперименты эксперименты в компании делились да в Астрозеннике да то есть мы сотрудничаем соответственно тоже с биологами которые их проводят в данном случае мы сотрудничаем с Саймоном в Давиде и он нам предоставил индивидуальные данные вот мой вопрос немного наверное связан с тем вопросом который раньше Алексей Токарев задавал ну мы видим на некоторых из этих рисунков что черные черные кривые то есть поведение индивидуальных животных может значит кривая может либо расти либо убывать после определенного времени вот это убывание оно все-таки временное если продолжить ваш расчет я не говорю ну эксперимент длился допустим тут можно оценить там между 20 и наверное 30 дней до месяца где-то что дальше происходит все-таки пойдет вверх или можно полностью опухоль удалить таким образом да вот это вот очень интересный вопрос на самом деле мы когда я тут тоже не показала у нас есть еще одно условие на рост опухоли что если у нас опухоль снижается до какого-то определенного момента до очень маленького размера мы предполагаем что дальнейшего роста опухоли не происходит там буквально по-моему один или несколько микролитров то есть потому что сейчас простите простите но все-таки один микролитр это очень большая опухоль микролитр да один микролитр микролитр это это кубический сантиметр я правильно понимаю нет это миллилитр а миллилитр а прошу прощения микролитр это 10 минус 6 литра да это одна тысячная кубического сантиметра я не помню какие там то есть это кубический миллиметр да ну я не знаю да в кубическом миллиметре там все равно огромное количество конечно клеток значит если миллиметр если считать клетка допустим 10 микрон диаметром то в одном миллиметре это будет 100 100 клеток значит кубический миллиметр это 10 10 6 это миллион клеток значит но есть еще такая особенность да то есть мы тут ее не рассматривали но есть еще врожденный иммунитет то есть это НК клетки и мы предполагаем что если опухоль становится очень маленькой то вот этот врожденный иммунитет то он может ее как бы добить да понятно ну так или иначе условия в модели что при определенных условиях если опухоль достаточно маленькая то она уже так сказать считается зануляется да в каком-то смысле да так да понятно если убрать это условие можете ли вы сказать ну может быть сходу не скажете кривые все-таки пойдут вверх или могут продолжать убывать они пойдут вверх потому что ну как бы математически у нас опухоль она в ноль не исчезнет да то есть она до какого-то очень-очень маленького значения ее объем опустится но когда мы прекратим лечение это может быть не сразу но через какое-то время все равно у нас ну вот будет повторный рост да понимаю это вот видно наверное из этого уравнения которое здесь написано что в ноль все равно его не загнать да то есть то есть если вот если убрать вот это вот эту фигурную скобку да то что вот tcd ну вот в верхнем уравнении в верхнем уравнении вот это вот вот эти вот члены со знаком минус то есть соответствующие лечению лечение заканчивается остаются только положительные положительные члены и она опять пойдет вверх Но здесь, понимаете, вот это немножко, то есть, понимаете, вот то, что вы говорили словами, но то, что не заложено в модель, что есть еще и дополнительные, что есть еще и дополнительные члены, то есть вам нужно было бы тогда в уравнении написать еще одно слагаемое со знаком минус, минус константа ТВ. И вот это минус константа ТВ, это и соответствует тому, то, что вы сейчас сказали, врожденный ему на ответ, который может добить эту опухоль, когда это ТВ становится достаточно маленьким. Тогда бы вы получили вот тот самый эффект, что маленькая опухоль, она будет тогда зануляться. Но у нас есть вот эта вот константа Д0, она отражается. А, есть константа, сейчас, ну да, тогда это зависит от R, конечно, да, R, а R это скорость размножения клеток, да, но на R вы не действуете. Вот еще любопытный момент, что в вашей модели, на вот это маленькое R, которое стоит множителем в логистическом члене, ваши, так сказать, вот эти самые препараты не действуют, да? Ну да, потому что, по сути, у нас все действие иммунных препаратов, оно происходит через Т-клетки, они осуществляют уже лизис опухоля, то есть это действие на гибель. Да, то есть они убивают клетки, но они не замедляют деление клеток, да? Да. А есть ли что-то, что замедляет деление? Ну, химиотерапия замедляет. Химиотерапия, нет, я понимаю, в иммунотерапии, есть ли какие-то? Нет, оно все реализуется, то есть в любом случае все действие иммунотерапии, оно реализуется через вот Т-клетки. Ну, хорошо, понятно. Да, пожалуйста, если есть еще какие-то вопросы у наших слушателей. Вопросов вроде бы больше нет, мы по ходу дела обсудили. Большое спасибо, Вероника, было очень интересно. Вот, и спасибо еще раз, что приняли приглашение выступить у нас на семинаре. Вот, на этом мы прощаемся с вами и со всеми слушателями, и до следующих семинаров. Спасибо, до свидания. Спасибо, спасибо. Спасибо, до свидания. Всем спасибо, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok